Турецкому боксеру проиграл наш Феликс Дьячук из Москвы, а казахский спортсмен выиграл у итальянца. Итак, у Турции это будет борьба, первый и последний бой за золотую медаль в финале. А у казахов это будет... Нет, Булат Джумадилов уже имеет в копилке Казахстана есть одна золотая медаль, и это будет возможный шанс получить вторую золотую медаль, хотя это будет сделать довольно-таки трудно. Все-таки Сирен Самил, боксер очень интересный, непредсказуемый, тяжелый соперник у Абдулаева. Так мы ждем выхода на ринг наших спортсменов, не наших, а Турции из Казахстана. Очень веселый смех по этому поводу. И Феликс Дьячук выйдет в самом конце боя, после кончания боя, для того, чтобы получить очередную третью бронзовую медаль. Супер тяжелый вес, самая престижная весовая категория. Не забывайте, пожалуйста, об этом и обращайтесь к нашим телезрителям. Очень надеюсь, что бой будет интересный. И конфликтов, скандалов больше не будет на этом чемпионате. И вообще, вот, было бы интересно поговорить с участниками этого чемпионата и вообще понять, почему такая тенденция наметилась. Скандалить стали часто давать. Ну, скандалы приносят свои плоды, как скажут. Вот и на телескандале. Ну, может быть, пока такое объяснение. А Сирен Сабил, я помню, как он интересно очень провел бой против Феликса Дьячука в четвертьфинале. Ну, простите, в полуфинале. Очень умный боксер. Зря не расходует силы. Опытный, очень опытный. И в нем очень много театральности в его действиях. Усыпляет он соперника все время. Якобы отсутствием подвижности. Как бы немножко удивленно боксирует. Что это ты, мол, делаешь? Сразу пошел казах вперед. То есть не стал ждать. Не стал приглядываться. Очень хорошо защищается боксер из Турции. Очень мощные удары. Урок стоит, как скала. Да, по-видому... Абдулаев уже это почувствовал. Перекрытый. И ждет своего участка для того, чтобы провести свой правый в голову через руку. Вот такой вот. Такими он доставал нашу Феликса Дьячука. В полуфинале. Видимо, это его корона. Пропустил сейчас вот так. Пока, да. Пока сам пропустил. Турецкие болельщики кричат. Только турка. Как-то в отличие от Феликса. Абдулаев в более эффективную тактику выбрал. Мне кажется, даже немножко теряться стал турецкий боксер. Ну, он попал через руку турецкого боксера. Абдулаев. Правда, по затылку. Так очень с первого раунда. И с компромиссной борьбе. Неожиданный раунд первый. Да. С переменным успехом, так скажем. Вот так вот, дорогие телезрители. Мы бы с Олегом никогда так не смогли прокомментировать так ёмко и точно буквально одну фразу сказать, чтобы всё было понятно. Смелости не хватает. Мы бы попытались как-то найти выражения, и, конечно, мы бы их не нашли. И русский язык очень богатый. Правда? И ёмкий. Я не хочу, чтобы они дрались. Казах идёт вперёд. Я думаю, правильно он делает. Молодец. Турок он правильно тоже, тоже правильно делает. Останавливает. Он не... Он как бы... Только немножко открыто идёт Казах вперёд. Да-да, вытягивает на себя спортсмена, да, из Казахстана. Да. И пытаетесь его остановить контратаками, опережающими удар. Не боли. Не боли. Стоп. Стоп. Не боли. Бокс. Разбросай руки, прямой. Разбросай руки. Разбросай руки. Подсказки секунданта. Бросай руки. Что это значит? Чтобы бил. Чтобы бил удары. Чтобы не стоял. Не ждал. Не делал паузы. Давил, давил. Присанговал. Прошёл удар. Он опасной головой. Этот казахский спортсмен. Интересно. У меня такое ощущение возникает, что в этом бою будут нокдауны. Потому что ждут-ждут их. Вы посмотрите. Супер тяжёлый вес. Какой оживлённый бой. Какой оживлённый бой, да. Финал чемпионата мира. Одним словом всё сказано. Ну, я помню финал чемпионата мира в Венгрии. Там не было, конечно, такого оживления в финале. Такого интересного боя. Там был Рубакальба. Бой быстро закончен. Рубакабс. Почему? Я имею в виду бой Рубакаба с Лизин. Так он был на финале. Да. Был на финале. Но, как ты сказал ты им, я сразу вспомнил имя. Те иллюзии вспомнил их встречи. Дальше Рубакальба проиграл грузинскому спортсмену Георгия Канделаки. Кто-то, кстати, не хотел выходить на бой, но потом его уговорили. Я думаю, что не зря он сейчас очень рад, что уступил. А у нас здесь идет обмен. И обмен очень чувствительными ударами. Ощутимыми так. Да. Второй раунд. Я думаю, что вам нравится этот бой, друзья, потому что бой очень интересный. Это очень приятно, что чемпионат мира заканчивается вот после этого скандала таким интересным. И с компромиссным действительно боем. Равные силы соперников. Я обратил внимание, что равные. Очень много равных ребят. Казалось бы, хорошая серия, но, по идее, ни одного ощутимого удара не было. Турки не хотят, конечно. Пытаются завести своим криком казахский тренер. Понимаешь, что силы заканчиваются у него, но это же как-то. Пытаются возбудить его немножко, по-моему. Я думаю, что это сейчас хорошо сделает Сирен Самил вместо тренера. Хотя он больше любит усыплять, чем возбуждать. Он усыпляет, а потом сжалит пчела. Интересно, что он стоит, чуть опустив руки вниз. Все время чуть манит, манит, открывая. После команды стоп. За это можно делать предупреждение. Судья его не сделал. Выпросил он. Все-таки Сирен Самилова боксер с очень крепкими нервами. Очень крепкими нервами. Один из самых в этом смысле опять получает удар после того, как судья прекратил бой. Остановил бой. Молодец. Вот опасно вот такие вот удары захлёст увидели. Они аж завернулись. Мне просто очень нравится, как боксилый Сирен Самил. Эти шлавесы очень быстрые. Хорошие руки быстрые. Действительно, очень яркий боксер. Его бой. Действительно, шоу. Коксер с 74-го года рождения. 25 лет ему. Если я не ошибаюсь, это третий раунд? Да. Это третий раунд, который подходит уже к концу. По-моему, Казах немножко подустал. Идет вперед. Казахстан, по-моему, немножко занервничал. Идет вперед, но как-то однообразно. Четвертый раунд все решит. Потому что если, скажем, из Казахстана потеряет нить, то Сирен Самил сможет. И это видно, он сможет сделать все для того, чтобы выиграть. Для победы. Да. Предупреждение Самил. За то, что придерживал рукой, да? Ну, судьи лучше не спорить, потому что... Ой, ой, какие удары он наносит Казахстан сейчас. По-моему, он как раз отыграл два очка. Смотрите, как драматически развивается этот бой. Ну, нельзя говорить на ринге. Камилу надо будет придержать язык, потому что за разговоры на ринге тоже могут дать предупреждение. Сдержать как бы свой гнев, свое недовольство. Улыбается, улыбается Самил. Сирен Самил. Волнуются турки, волнуются. Удивительно, хладнокровный боксер. Удивительно. Столько уже всего произошло за этот раунд. Молодец. С ним выиграет вот те, у кого именно железные нервы. Два раза получил после того, как судья остановил удар. В общем, какое-то очень агрессивное поведение со стороны. Я думаю, что если сейчас... Ну, сейчас посмотрим, конечно. Казахского спортсмена все терпит спокойно. Я думаю, не знаю, как закончится, конечно, четвертый раунд, последний. Но вот, судя по бою, сейчас, если, допустим, тоже, ну, судья дадут победу казахскому спортсмену, судя по трем раунду, то опять, наверное, турки сейчас устроят скандал. Я так думаю. У них много болельщиков. Во всяком случае, вот турцы, турки не хотят сдавать, не сдавали позиции своих. И, значит, на прошлом чемпионате мира были у них финалисты. Чемпионате мира. И сразу, как оживлено, смотрите, супер-тяжеловесы. Последний раунд. Боксируй с такой же интересностью, как в средних весах. Даже быстрее, да? Смотрите. Очень интересный, очень интересный конец чемпионата мира. Слетелом ажмазка, слетает, представляет. Тут очень интенсивно рассказывает тренеру. Турецкий боксер жалуется, наверное. Торопит, торопит. И сразу в бой. Сразу в бой. Как два танка столкнулись. Два богатыря. Очень интересно работает турок. Он массой так вот наваливается и гонит, гонит в угол ринга своего. Брэк. Разводит их судья парады в стороны. Но пока без точных ударов, на мой взгляд. Проваливает хорошо. Проваливает и сразу же атакует. Вот опять начались вот эти вот странные такие действия. Как будто он демонстрирует чрезвычайную усталость. Ребята устали, я уже чувствую. Удары становятся не такие быстрые. Капывается вот спортсмены из Казахстана, а турка. Выгоняют опять. Как мало времени остается для того, чтобы провести концовку. Так, дорогие друзья, кто же на ваш взгляд? Кто же на взгляд судит? Надо все больше напоминать борьбу. Сколько желаний, смотрите, у ребят. Очень интересно. По-моему, турок тянет время. По-моему, тоже. Кстати, могут дать предупреждение за неподготовленность. Видимо, хочет сказать, что он не виноват, он сам слетает. Маску надо такую иметь, которая не слетает. Нет, ну сейчас я видел, что спортсмены за заставы, просто расстегнул ударом вот эти липучки, на которых держится шлем. Не знаю, может быть, не специально, но, во всяком случае, это было заметно. 30 секунд. Хорошо начало. Последние секунды хорошо отрабатывает Сирен Савил. Казахстан. Во всяком случае, в тяжелых весах, в тяжелых весах, в тяжелых весах, в тяжелых весах есть настоящая интрига, во всяком случае. Интрига интересная очень. Чем закончится все это дело? Ну, выложился Сирен Савил? Там видно, выложился. Я, честно говоря, не могу понять пока, кто же выиграл. Поздравляют турка, что ли? 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 Напоминаем, что награждение Тимура Гайдалова и Уанна Эрнандеса до сих пор, пока мы не видели, во всяком случае. Поэтому... Обнимает. Да, поэтому пока американцы, американский режиссер, сами не прервут трансляцию, мы, наверное, все-таки подождем немножко. Итак. Друзья и господин, даже при выборе победителя на индивидуальных точках. Поздравляем турка, он заслужил, действительно заслужил. Да, 4-4, 26-16. Как радость. Действительно заслужил. Поддельная радость. Очень-очень интересный боксер, непосредственный. По-моему, очень интересная личность. Как человек, он, наверное, очень разносторонний. Да, он, кстати, говорит по-русски, и очень интересно с ним общаться всегда. Встречаемся, и он рассказывает, как дела. Всех у нас почти знает по именам. Общительный очень, да? Да, очень общительный. Совершенно не отмороженный, вот, в плохом смысле этого слова, человек. А так говорят, в турке там тепло. Да. От Кирилла Лаврова они научились. Друзья и джентльмены, мы будем презентировать команду для 1999 World Championships Amateur Internationale.